Приветствую вас дорогие друзья! Вчера вместе с новой бонусной неделей в GTA Online нам добавили две новые активности. Это граффити, привет из GTA San Andreas, и работу курьером в пиццерии Pizza This. Граффити мы с вами подробно разобрали в прошлом ролике, кто не видел, рекомендую к просмотру. Сегодня же мы с вами поговорим про вторую активность, а именно про работу доставщикам пиццы. Разберем все основные детали, как работает эта активность и что с нее можно получить. Но если ты хочешь быть в курсе всех актуальных новостей в сфере GTA, то переходи в наш телеграм-канал. Там, кстати, вдобавок проходит конкурс на GTA 5. Ну и про лайк и подписку не забывай, ведь это очень сильно мотивирует. Сейчас буквально минуточка спонсора и погнали смотреть, что там сделали Rockstar. Любите играть в GTA, но постоянно не хватает денег на новые тачки и недвижимость? Тогда загляните в группу к Фасмилеру. Это отличный сервис с недорогой прокачкой, ведь гораздо проще заплатить 100 рублей за прокачку в этой группе, чем сутки напролет безвозно фармить. Прокачка доступна как для пользователей ПК, так и для пользователей всех современных консолей. В общем, все ссылочки есть в описании под этим роликом. Итак, как только вы войдете в игру на этой неделе, вы сможете увидеть новое сообщение в телефоне от пиццерии PizzaZys, где вам скажут, Твай, какой вкусный сырный шаверма. Открываем карту и смотрим. Ага, на карте всего находятся 3 пиццерии PizzaZys. И в каждой из них мы можем развести по 5 пицц. И суммарно с 3 пиццерии мы сможем развести всего 15 заказов. После чего на эти пиццерии накладывается КД в реальные 48 минут. Итого раз в 48 минут мы можем развозить по 15 пицц. На самом деле, какое-то лишнее бесполезное КД. Я вообще не понимаю, зачем это было сделано. Для того, чтобы начать саму работу, вам просто-напросто нужно встать на маркер пиццерии. При этом вы не должны состоять в организации. Затем вам выдадут чудо-скутер под названием Pizza Boy и отправят развозить заказы. Да-да, это те самые легендарные миссии курьера из GTA Vice City, только теперь в мега-ультра-XD разрешении. Как говорится, все новое это хорошо забытое старое. Видимо, Rockstar на это и рассчитывали. Всего на карте появляется 5 рандомных точек по городу, куда нужно отвезти пиццу, пока она не остыла. Это вы можете отслеживать с помощью полоски температуры. Это такой условный таймер, за который вы будете получать чаевые. Почитав в интернете, пицца остывает где-то за 10 минут, а после того, как она остынет, ничего страшного не будет, работа не завершится. Вам просто-напросто перестанут платить чаевые, но все равно 10 минут вам хватит за глаза. Сам скутер Pizza Boy довольно-таки медленный. Чтобы весь этот процесс ускорить, вам достаточно ехать на заднем колесе. Да, это древний баг в GTA 5, который существует со времен динозавров и который позволяет набирать скорость на мотоциклах. В первой пиццерии я управился буквально за 6 минут, за что получил около 22 тысяч. На самом деле, не так уж и плохо, как я себе это представлял. После одной завершенной поездки, мне открылась оптовая цена на Pizza Boy. Конечно же, дабы перемещаться быстрее, я купил его и после чего поехал в ЛСК и там впоследствии затюнил. Тюнинг у этого скутера незначительный, в основном у порт сделана характеристики. Внешку вы ему тут особо не поменяете. После тюнинга это чудо стало ехать намного шустрее, в повороты заходить ему стало чуть полегче. Далее, я поехал на вторую пиццерию и заметил такую деталь. Если у вас имеется собственный Pizza Boy, он и будет использоваться в доставке заказа. И это на самом деле удобно, лучше уж перемещаться пошустрее, чем ползти как черепаха. Со второй пиццерией я управился все так же за 6-7 минут, за что опять же получил все те же 20 тысяч долларов. С третьей заключительной пиццерии все то же самое, все те же 6 минут и 20 тысяч. Все делается довольно-таки быстро и легко. После этого все три пиццерии ушли в КД на 48 реальных минут. На самом деле, я опять же не понимаю, зачем вообще это КД было сделано. Итого, в общей сумме за 20 минут было заработано около 60 тысяч долларов, что на самом деле грустно. Плюс еще 100 тысяч долларов накинули за еженедельное испытание. Но вся суть этого занятия заключается не в этом. Во-первых, за развоз 50 пицц, что займет не особо много времени, вам по итогу дадут эксклюзивный костюм курьера Pizza This. А я, как любитель всех этих эксклюзивных костюмов, шмоток и скинов, очень загорелся доставить эти 50 пицц. И для этого вообще особо никаких усилий не надо. Я думаю, я не один такой. А во-вторых, сейчас идет испытание сообщества, где нужно дружно всеми игроками в общей сумме развести 10 миллионов пицц. Что звучит на самом деле страшно. А в награду за это испытание мы с вами получим эксклюзивную футболочку Pizza This. Выдадут ее на следующей неделе. Чтобы вам засчитало испытание, вам нужно просто-напросто развести хотя бы один ресторан, дабы вам засчитало это все дело в статистику. Да и в принципе, мне кажется, эту футболочку дадут всем. Так как у Rockstar всегда эти испытания сообщества выполняются. Даже если какие-то условия не выполнены. Rockstar просто-напросто не будут всем говорить, что вы лохи, вы ничего не сделали, вы вам ничего не дадим. Если надо будет, они просто-напросто подкрутят статистику, точно так же, как это было с ивентом Екола. Так что эту футболочку определенно 100% дадут абсолютно всем. Как способ заработка эти новые миссии курьера, они полный какиш. А вот как способ просто поностальгировать и поформить эксклюзивный шмот, оно пойдет. Тем более, для получения всех шмоток с этого способа заработка особых усилий вообще не требуется. Вот такие вот пироги. Пиши в комментариях, что ты думаешь про этот новый способ заработка. Мне будет интересно почитать и пообщаться с вами. Также, опять же, не забывай переходить в нашу телегу, чтобы быть в курсе всех актуальных новостей в сфере GTA. Так еще вдобавок, участвую в конкурсе на GTA 5. А у меня на этом все. Огромное спасибо за просмотр. Еще увидимся. Пока-пока.